Я только осознал, что у меня презентация квадратная. Какая? Квадратная, не говорю, у меня презентация. У меня просто широкоформатная. Вопрос такой, какая последняя версия Tizen? 2.2.1. Здесь 2.0 стоит. Где 2.0? Нет, там 2.2.1. На устройство для разработчиков 2.2.1. 2.0. Не должно такого подточнить. Оно, конечно, может быть. Но если 2.0, то сейчас Ринату ему перепрошу. Да, конечно, последняя версия доступна сейчас 2.2.1, но вот это руководство... Я здесь не помню, но я просто посмотрел. Нарок просто проверьте, пожалуйста, всю версию. 2.2.1 должен быть. Если нет, то сейчас есть шанс. Исправить. Ну ладно, я пока буду рассказывать. В общем, эта презентация по интерфейсу Tizen 2.2, но то же самое справедливо для Tizen 2.2.1. Имеется в виду мобильная платформа, то есть не wearable, но какие-то общие идеи будут применимы и для wearable. Здесь есть несколько важных вещей в этой презентации, которые связаны с сертификацией в Tizen Store. И на это желательно обращать внимание. Ну, многие вещи носят рекомендательный характер, но на них тоже стоит обращать внимание, когда пишите приложение, в общем-то, не только по Tizen. Вот здесь такое краткое содержание. Давайте начнем. Во-первых, жесты. Ну, хорошая новость. Tizen поддерживает все общепринятые жесты, связанные с сенсорным экраном. Здесь просто их обозначение. У меня будут на слайдах встречаться такие обозначения. Принцип аналогичный. Я думаю, вы разберетесь, когда это увидите. Давайте о принципах дизайна поговорим. Первый акцент на содержимом. Ну, связанный с тем, что информация, которая в приложении есть, ее можно упорядочить по степени важности. И наиболее важную информацию нужно как-то выделять, чтобы пользователь смог сразу сориентироваться, на что обратить внимание. Соответственно, либо размер, либо цвет, либо расположение нужно как-то акцентировать внимание. Ну, и аналогично наиболее важную информацию нужно предлагать в первом порядке более важную информацию. То есть, если у вас какое-то приложение работает, важное приложение, с которым вы работаете, и появляется какое-то менее важное уведомление, ну, сделайте так, чтобы это уведомление появилось, пользователь заметил уведомление, но оно не отвлекло его от работы с основным приложением. Ну, например, показать сверху такой тикер. Об уведомлениях я тоже буду рассказывать. Ну, и опять же, важную информацию нужно показывать в первую очередь. То есть, если у вас несколько экранов в приложении, пускай важная информация будет на первом, дополнительная информация на следующем. То есть, например, с помощью прокрутки можно до нее настучаться, но она где-то подальше. Вот такой вот слайд с акцентом на развлечениях. Если делать приложение, оно должно быть интересным пользователям, постарайтесь туда добавить пульт движения, анимацию, еще что-нибудь, визуальный эффект. Но особенно если это развлекательное приложение. Вот здесь вот один из ранних вариантов того, как будет выглядеть Tizen Store на мобильных устройствах. Там много всякой анимации, красивой картинки. В общем, будет очень интересно. Целенаправленность. Ну, также как информацию, можно функционал приложения разделить по степени важности. Наиболее часто используемые функции должны быть наиболее просто доступны. Менее востребованное можно запихать в меню, которое появляется, нажать по соответствующей кнопке. Вот эта кнопка у вас в устройствах располагается слева внизу. Но вообще про кнопки аппаратные я немножко позже расскажу. По умолчению, опять же, нужно показывать только важную информацию, важную функцию. И минимизацию усилий пользователя. С чем это связано? Например, если пользователь заполняет какую-то форму, заполнил поле, переведите автоматически фокус в следующее поле, чтобы пользователь не мучился. Не выбирал, куда ему там дальше нужно что-то вводить. И, опять же, пример приведу с формой. Где такая? Пользователь должен понимать, какие функции ему доступны в данный момент. Например, если есть форма, которую нужно заполнить, у формы есть обязательно поля. И пользователь, значит, должен понимать, что он не может перейти дальше, пока эти поля не заполнят. Следовательно, кнопку подтверждения вы либо скрываете, либо делаете неактивной. А как только пользователь заполнил все необходимые поля, либо покажите ее, либо сделаете активной. То есть, во-первых, пользователь понимает, что нужно еще что-то заполнить. Во-вторых, когда он все заполнен, он понимает, что может двигаться дальше. И адаптируемость. Ну, здесь связано с тем, что приложение должно быть хотя бы немножко интеллектуально. То есть, старайтесь посчитать, какие функции пользователь использует наиболее часто. Сделайте эти функции наиболее просто доступными. Если еще немножко более интеллектуально сделать, то можете сделать рекомендации пользователю. Ну, хороший пример в браузере. Если проанализируете сайт, который посещал пользователь, можете делать ему предложение аналогичных сайтов. И настройки для повышения удобства. Вообще, где такая? Настройки приложения можно использовать двумя путями. Основными путями. Во-первых, это либо расширение функционала, какие-то дополнительные вещи можно сделать в настройках, либо изменение внешнего вида. Вот постарайтесь, чтобы у вас настройка приложения в пользователь мог что-то сделать удобнее для себя. Например, изменить шрифт, увеличить или цвет поменять. Следующий – обзор интерфейса. То есть, какие элементы интерфейса есть в мобильных устройствах на Дайзер. Ну, так или иначе, во всех мобильных устройствах они будут присутствовать. Может быть, будут выглядеть немножко по-разному. Экран блокировки. Ну, что это такое? Это то, что получается, когда вы включаете устройство, когда экран у вас был черным, становится что-то видно. Это содержит минимум информации, время, дата, какие-то напоминающие. Напоминания основные. Потом домашние экраны. Устройства, которые у вас есть, там на домашнем экране находятся иконки приложения, установленные. Вообще говоря, на домашнем экране будут еще, скажем так, виджеты. Я про них буду немножко позже рассказывать. Dynamic Box наживаются. Строка состояния панели уведомлений. Ну, в общем, это вещь, которая стала очень привычной с момента появления Android. Когда первые устройства на Android появились, сверху появилась такая полоска, которую можно стягивать, и у вас получаются панели уведомлений. В Тайзене все это реализовано. Ну, в чем особенность строки состояния? То, что она есть практически всегда сверху на экране. Вы можете минимум информации увидеть. Зарядка, уровень сигнала, время. Панели уведомлений. Дело в том, что Тайзен — это полностью многозадачная операционная система. То есть там задачи не убиваются автоматической системой, пока пользователь ее не закроет. Вы можете нажать долго и подержать кнопочку вот эту среднюю — Home, и у вас будет видно, какие процессы работают. Ну, поскольку система автоматически процессы не закрывает, здесь есть важный момент, связанный с быстродействием, с потребляемыми ресурсами. Если пользователь свернул приложение, значит, вам нужно сделать так, чтобы приложение перестало потреблять лишние ресурсы. Минимум, который ему нужен в свернутом состоянии. И это то, что проверяют при сертификации. То есть, если у вас, например, какой-то мессенджер, свернули мессенджер, отключите все вещи, связанные с UI, оставьте только сервер, который принимает сообщение, вводит напоминание. Важный момент. Ну, и когда приложение разворачивается, нужно пользователя возвращать к предыдущему экрану, с которым он свернул приложение. Это рекомендация, связанная с удобством использования. Ну, давайте посмотрим, какие еще элементы есть для взаимодействия пользователя и устройства. Режим отображения. Ну, Tizen поддерживает портретный альбомный вид. Что-то сказать. Ну, четыре вида. Портретный, перевернутый, портретный альбомный, перевернутый альбомный. Что здесь нужно иметь в виду? Если у вас хотя бы один экран приложения поддерживает оба вида, это значит, что каждый экран приложения должен поддерживать оба вида. То есть, если вы делаете приложение, которое вы можете повернуть и там интерфейс повернулся, значит, это можно сделать на каждом экране. Вы можете сделать целиком портретное приложение нормально или целиком альбомный, тоже нормально. Ну, и важный момент, связанный с картинками. Вот если у вас картинка целиком была в портретном режиме, то когда повернули в альбомный, отмасштабируйте ее так, чтобы она тоже была целиком в нем отображенном. Ну, и обратно, соответственно, когда вращаете, то же самое. Ну, вот есть такое небольшое исключение из альбомного портретного вида, это называется Split View, разделенный вид. Ну, суть такая, когда вы поворачиваете из портретного в альбомный режим, как правило, у вас появляется дополнительное место. Все контролы, они остаются слева, и справа появляется место, которое можно использовать. Это используется Split View, там можно расширять функционал приложения, о нем я немножко подробнее, чуть-чуть попозже расскажу. Полный экран и вид. Ну, это, наверное, единственный случай, когда не видно панель состояния, строк состояния. То есть, вы можете использовать весь экран, когда это удобно, например, для игр, для видеопроигрывателей, для камеры, то есть, когда вам нужно весь экран заиспользовать. Это можно сделать. Ну, давайте про разделенный вид отдельно поговорим. Вот какой пример приложения, когда это удобно, например, почта. В портретном виде у вас есть список писем. А когда вы поворачиваете в альбомный вид, вот тоже список писем остается, но если вы тыкнете на письмо, чтобы не делать дополнительный новый экран, вы можете показать содержимое письма в правой части. Вот это суть сплитвы, когда вы можете использовать это пространство справа для отображения информации. Какие бывают разделенные виды? Ну, давайте я немножко отвлекусь и скажу по этому слайду следующее слово. Вот на этом слайде появился код. Какой-то код появился. Ну, это просто пример о том, как реализовать эти функции в веб-приложении. Там будут еще дальше слайды с такими примерами. Ну, вы можете просто взять, если вам понадобится, и перенести такой пример к себе в приложение. Я не люблю слово скриптопастить, а тут перенести опыт мобильной разработки к своему приложению. Вот. Ну, значит, неисфиксированный разделитель, есть перемещаемый разделитель. Как видно, делаются они очень похоже, просто нужно изменить одно поле, DataFix. В случае перемещаемого разделителя пальцем нажимаете на этот разделитель, можете изменять пропорции. И тонкости навигации связаны с разделенным видом. Ну, если никакое действие пользователь не делал, то есть просто повернул в один вид, повернул в другой, вы возвращаете его на тот же экран, на котором он был. А если бы у портрета в режиме повернул в альбомный и выбрал элемент, элемент, конечно, в альбоме он образился справа, но когда пользователь повернул портретный вид, должно показать этот выбранный вид. Ну, в принципе, это логично, поэтому здесь особое внимание к центре применения. А, навигация. Ну, как пользователь может понять, где он в приложении вообще находится? То есть, ну, вот если у вас в приложении несколько экранов, нужно, наверное, объяснить, на каком экране сейчас пользователь. Делается это обычно с помощью хедера в верхней части приложения. И там можно размещать название экрана, ну, можно еще также размещать иконки для того, чтобы пользователь понимал, куда он попал. Кроме того, в хедере еще можно размещать вкладки. Но при этом, если вы используете стандартный элемент интерфейса, активная вкладка будет выделяться. Если делать свои, то сделайте так, чтобы активная вкладка выделялась. И про аппаратные кнопки. Все мобильные устройства на Tizen будут обладать тремя аппаратными кнопками. Они могут быть реализованы по-разному. То есть, это могут быть сенсорные кнопки, это могут быть мобильные устройства на Tizen. Будут обладать тремя аппаратными кнопками. Это могут быть сенсорные, могут быть какие-то другие кнопки. Но вы можете гарантировать, что у вас, у пользователя есть вот такие три кнопки. Меню. Это кнопочка, которая у вас находится слева. Назад кнопочка, которая находится справа и домой. Но про эти кнопки немножко подробно. Значит, кнопка назад. Это вообще кнопка, которая самовостребована для навигации по интерфейсу приложений.